Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 13 января, вот наконец-то я добралась до лунного календаря. Все обещала поговорить про лунный календарь, потому что у нас есть некоторые люди. Хочу посоветовать, что не надо доводить до фанатизма, вот соблюдения этих лунных календарей. У нас есть люди, которые вот только по лунному календарю все делают, но иногда погода не совпадает. Как в прошлом году, вот у нас сначала были морозы, а потом настало тепло, запрещает лунный календарь. Ссылку на прошлогоднее видео я вам в описании к этому видео добавлю. И вот этот вечный вопрос, что делать огородникам, если в лунном календаре очень мало благоприятных дней, но и они совсем не совпадают с нашими выходными. Вы не забывайте, что ведь огородники не только пенсионеры, у которых куча свободного времени, у меня есть работающие люди, как говорится, садоводы выходного дня, у них только суббота-воскресенье. Если в одну неделю выпадет по лунному календарю нельзя, в субботу-воскресенье в другую неделю выпадет, ну что вообще, отказываться от ведения огорода и от посадок, что ли? Нет, конечно. Соблюдать ли лунный календарь, конечно, мы решаем каждый. И заниматься огородом только с соблюдением рекомендаций или нет. Вот сейчас я выскажу и свое мнение. И прочитаю вот здесь, тут даже жирным шрифтом написано, вероятно, для тех, кто действительно такой, как фанат лунного календаря, что оказать экстренную помощь погибающему растению, например, полить засуществливую погоду, обработать. Можно и даже нужно в любой день, независимо от рекомендаций в лунном посевном календаре. Все-таки автор нам дает свободу, что если вам нужно, если у вас есть необходимость, можно работать хоть когда. Сразу оговорюсь вот про эти лунные календари. Лунные календари различаются по своей региональности. То есть для Алтайского края, вот у меня это Алтайский, для Алтайского края лунный календарь. Они могут для Алтайского края, для Сибири могут быть одни, для Краснодарского края другие. Но даже невзирая на регионы, на разных сайтах мы можем увидеть разные лунные календари. И вы никогда не сможете отследить, правильный он или неправильный. Иногда, вот лунный календарь, например, которого вы придерживаетесь в этом году, иногда он совсем, может быть, был написан не для вас. И еще, еще одна неприятная оговорка, но я должна сказать, иногда лунные календари печатают производители, продавцы семян просто для рекламы своих фирм. И неизвестно, кем они составляются. Ну, это ясно, вот видите, вот это тоже, вот эту напечатал, написано, что индивидуальный предприниматель Калугин Барнаул, Барнаульский, и продается он у нас в садовом магазине. И люди приходят брать семена и покупают вот эти лунные календари. И здесь же упоминание вот об этой фирме, что можно семена покупать вот здесь. Нет гарантии, нет автора. Вот я в прошлом году показывала лунный календарь. У нас составляет женщина в Биске, которая ведет, ну, вела передачу в саду или в огороде по телевизору. Она его составляет, и он у нее именной. Она подписывает, что составлен вот тем-то, тем-то. Но вот такие лунные календари, которые даже, ну, неизвестно, кто составлен. Сразу вот я вас предупреждаю, что даже те, кто соблюдает лунный календарь, неизвестно еще, во благо вы себе делаете или нет. От себя добавлю, что главное, чтобы, вот когда мы начинаем посевы, я считаю даже не самым важным, сильно благоприятный день или неблагоприятный. Главное, чтобы душа лежала к этому занятию. Никогда не заставляйте себя насильно делать. Вот не хочется, а надо. Тогда, мне кажется, результат еще хуже, чем в неблагоприятный день. Я всегда говорила, надо, чтобы было вот такое позитивное настроение, чтобы вам нравилось. Чтобы у вас прям ручки чесались, начать этот посев делать. Так, я начну с того, что я вот, может быть, у кого-то нет лунного календаря, еще не купили. Я прочитаю примечание, которое должно, я думаю, что очень важно. Вот написано. Лунный календарь содержит астрологические рекомендации. Это всего лишь рекомендации для проведения агротехнических работ. Он не всегда совпадает с фенологическим календарем. Для проведения садовых и огородных работ учитывайте все-таки особенности климата, почвы, ландшафта и собственный опыт. Вот видите, вот это правильное замечание. Каким бы ни был лунный календарь, если вы знаете по своему опыту, что вам сейчас вот уже нужно сеять или нужно высаживать одни неблагоприятные и потом еще не скоро, до конца месяца, то все-таки, я думаю, нужно полагаться на собственный опыт. Дальше. Таблицы лунного календаря посевных, посадочных, агротехнических работ рассчитаны на весь год с учетом круглогодичной работы. Ну, короче, так. В таблице указаны наиболее благоприятные дни. Но садить, пересаживать, удобрять, собирать урожай можно также и в нейтральные дни. Чтобы узнать, какой день подходит для проведения тех или иных работ, воспользуйтесь значением знака зодиака. Короче, из этой вот, из примечания мы поняли, что не обязательно благоприятный день. Может быть и нейтральный. Главное, чтобы он не был как неблагоприятным. От себя скажу, что я лунный календарь почти не соблюдаю. Но если так выразиться можно, соблюдаю не в полной мере. Я влияние луны не умоляю. Я знаю, что она обязательно влияет на Землю, на все наши процессы, вообще на всю нашу жизнь. Но соблюдать лунный календарь в полном объеме, это очень сложно. Это нужно обязательно сверяться с ним, контролироваться. Я работаю в огороде каждый день. Вот сейчас начнутся посевы, будет каждый день или посев, или пикировка, или высадка. Мне нереально подстраиваться под лунный календарь, иначе я не успею. Там вот, например, в январе, сейчас покажу. В январе, вот ладно, мы еще рано сеем мало, два всего посевных периода. Вот в конце 27-29, вот когда я обычно сею. А в феврале и того меньше. Или заставляет нас календарь сеять 6-7 в самом начале или в самом конце. А как же все массовые посевы, вот перца, например, томатов, этих, ну, познеспелых, крупноплодных, которые мы делаем в середине февраля для теплицы. Значит, весь февраль нельзя сеять. Вот смотрите, от 7-го до 24-го, ты считаешь, что весь месяц пройдет. Только в начале и в конце ясно, что я не буду его соблюдать. И я говорю, что я из-за того, что у меня объем работы большой, я вот по своей причине не соблюдаю. Я не успею, если я буду выжидать сидеть 3 недели, ждать, когда же наступит этот благоприятный день, то у меня половина посева будут запоздалые. Другие люди, кто не соблюдают, они не соблюдают из-за, например, плотного графика работы. Есть некоторые, вот один выходной в неделю, и если этот день у него неблагоприятный, ясно, он будет сеять в другие дни. Я по своему опыту скажу, что я, когда выращивала массовую рассаду и вообще много-много сеяла, никаких я различий, никаких негативных воздействий, вот неблагоприятных дней не видела. Сеяла каждый день, кроме. Все-таки я не сею в полнолуние и в новолуние. И стараюсь за день до этого и за день после этого тоже не сеять. Почему я не сею в эти дни, я не могу объяснить. Я уже говорила, ну, значит, я такая темная, забитая, суеверная женщина, но в эти дни я не сею, потому что везде написано, что именно в эти дни растения очень уязвимы, можно их травмировать, можно на всю жизнь искалечить им судьбу, вот что-то не так сделаешь, потом все пойдет не так. Вот в эти дни я не сею и не пересаживаю. Остальные все дни все для меня зеленые, можно сеять и пересаживать в любой день. И сразу скажу, что по фазам Луны я тоже не соблюдаю и тоже из своего опыта могу сказать, что если нормальный грунт, если нормальные семена, если вы нормально к ним относитесь, можно их посадить и высадить в любой день, они все равно, ну, вырастут хорошими. Я вот всегда вспоминаю родителей своих в деревне жила детства и всех этих вот, ну, односельчан, которые о лунном календаре никто даже не заикался. Раньше их не печатали, они же появились вот в 90-х годах. Вот сейчас правильно кто-то говорит, это шарлатанство, это все развод на деньги, все. Возможно, может быть, сеяли раньше по церковным праздникам, ну, ориентировались как, вот знали, что до троицы там надо все высадить, например, что на лука в день надо лук высаживать. И то, я всегда говорю, что всегда выращивали, в огородах было всего полно, все было вкусное, все было урожайное, но всегда сеяли, высаживали тогда, когда позволяла работа. Они там в поле, кто в поле, кто где работал. У меня мать вот работала в пекарне. Какой день выходной, тот и посевной. И я сейчас делаю точно так же. Я по своему свободному времени ориентируюсь, по своему настроению. Исключаю только полнолуние и новолуние. А вот в прошлые годы, хочу заметить, вот кто видео посмотрит прошлогоднее, там вообще у нас получилось, что сначала был мороз-мороз в мае, там когда надо было высаживать еще что-то там, мороз-мороз, а потом, когда наступило тепло, только были запрещены, ну, как неблагоприятные вот эти по лунному календарю дни. И что теперь вообще не высаживать? Мы и так упустили в прошлом году сроки. И вот в прошлом году лунный календарь вообще не совпал с погодой. И получилось, что если бы соблюдать лунный календарь, то можно было вообще отказаться от посадок. Все, вот мое мнение такое. Я полностью категорично не заявляю, что лунный календарь не нужен. Кому-то, если он помогает, мне кажется, это просто в подсознании. Если человек уверен, что он, высаживая по лунному календарю, достигнет успеха и у него все получается, мне кажется, мы сами себя вот эти психотерапевтические методы воздействия, внушения. Если кому-то помогает лунный календарь, ну и слава Богу. А я, например, обхожусь всю жизнь без него. И сейчас хочу показать для тех, у кого нет еще лунного календаря, кого интересуют все-таки благоприятные и неблагоприятные дни, кто живет со мной в одном регионе. Вот это сибирский регион. И он подойдет, скорее всего, подходит для всего сибирского региона, не только для Алтайского края. Вот у нас неблагоприятные дни для посева. Смотрите, в январе 11, потом 25, 26, в феврале 9, потом 21, 23, в марте 10, 19, 21 и 24, и в апреле 8, 16, 17 и 23. Ну, дальше я там уже не буду заглядывать. И что самое, ну, то, что нужно нам, хочу показать, вот кто хочет соблюдать, в январе. Ну, первое, десятое, это уже прошло, не успели. Кто хочет посеять, например, для раннего урожая, томаты, перцы, баклажаны. Вот 27-го, 29-го у нас будут благоприятные дни. К этому времени можно и землю разморозить, и все семена подготовить, и посеять. А в феврале нам разрешает календарь, я уже говорила, только в первой декаде два дня, 6-го, 7-го, и потом только в конце 24-го, 25-го. Буду нарушать лунный календарь в феврале, буду прям так жестко нарушать, буду во все эти дни сеять. Кроме, конечно, тут вот 9-го, наверное, будет полнолуние, или что, февраль, февраль. Так, где у нас 9-е? Не знаю, что это за значок, я еще не изучила хорошо. Так, что еще нас может интересовать? Ну, в основном-то огурцы еще рано, конечно, томаты, перцы, баклажаны. Вот, первые посевы люди могут сеять 27-го, 29-го, и потом в феврале, 6-го, 7-го. Кто в январе не рискует, то в феврале вот эти для теплицы крупноплодные, позднеспелые, и перцы, и баклажаны 6-го, 7-го нужно сеять. Все, до свидания. Лунный календарь опять дал нам очень мало благоприятных дней, прям не дает разгуляться, но придется осваивать неблагоприятные.